Наталья Пучко уже с шести утра на ногах. Отдыхать признается некогда. Сезон черники в самом разгаре. К походу в лес готовится основательно. Плотная одежда защищает от клещей. В качестве инструментов ведро и ручной комбайн. В черничном деле уже 12 лет. Например, прошлым летом на лесных ягодах с мужем заработали 3000 рублей. Хороший плюс к зарплате. Сколько за день удается собрать ягод? В зависимости от ягоды и скорости руки. Примерно? Ну, допустим, моя норма с мужем литров 40 за 4 часа. Раньше главным инструментом во время сбора ягод были руки. Но в 2019-м, изучив мировой опыт, в Министерстве лесного хозяйства приняли решение разрешить использовать специальное приспособление. Благодаря ему 8-литровое ведро можно насобирать за полчаса. Собирать чернику ручным комбайном или, как в народе говорят, гребенкой проще, чем руками. Единственное условие, чтобы зубья не были острыми и не менее 5 мм. Тогда и ягода хорошо собирается, и кусты остаются неповрежденными. Поселок Глуша, Комсомольская, 14. Это место знают все, кто собирает чернику. Уже 15 лет здесь принимают дары леса. В день порядка 100 сдающих. В прошлом году к вечеру собиралась тонна ягод. В этом меньше, признается хозяйка. Но пока сезон только начался. В этом году, я думаю, так, что будет до сентября месяца. Она поздно пошла, черника. И очень много зеленой еще. При сдаче ягоды должны быть спелые и целые. Это главное условие. Один килограмм стоит 4 рубля 50 копеек. Первые сдающие приходят к 10.00. Как минимум одно 5-литровое ведро есть у каждого. Сначала взвешивание, после расчет. Весь процесс приема черники занимает не больше 10 минут. Муж собирает руками. Я немножко руками, немножко гребенкой. Вообще ягод много. Да, спасибо лесу. Все хорошо. Заготавливают ягоды и в деревне Слободка. По улице Шоссейной 24. Только за первый день работы приняли 220 килограммов. Цена хорошая. Цена 4,50 у нас. Поэтому сдают охотно. Магазин находится на трассе. И проезжающие сдают. И местное население приносит, сдают. Ограничений по сбору черники нет. В отличие от клюквы и брусники, получать документ на разрешение тоже не нужно. Сбор должен осуществляться, сбор зрелой ягоды. В период созревания, то есть и возможности отделения ягоды от куста. То есть в эти сроки допустимо осуществлять сбор ягод. Если люди пойдут и начнут собирать ягоду незрелую, то это принесет ущерб среде произрастания. Для тех, кто любит есть чернику, а не собирать, есть рынок. Например, литра на Октябрьской стоит 3 рубля. Почти все продавцы ягоду собирают собственноручно. Сами собрали, сами реализовали. Без посредников. Но в зимнее время тоже. Поэтому даже нельзя сравнить качество вот этих природных даров и какого-то лекарства, которое может нанести вред организму. В этом году урожай прочит большой. Сказалась плюсовая температура во время цветения ягоды. Что касаемо цены, то она будет варьироваться на протяжении всего сезона, признаются продавцы. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Андрей Богдан. Итоги недели.